Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Белорусская оппозиция празднует очередную победу. Литва присвоила офису Тихановской официальный дипломатический статус. Некоторое время назад мы получили обращение с просьбой признать дипломатическое представительство. Для этого были необходимы поправки к правовым актам, поскольку в этом случае мы признаем не государство, не международную организацию, а демократическую волю народа. Это находит отражение и в названии. Литва признает выраженную белорусским народом волю, которая, как выбор, не исполнена до конца, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Получается какая-то бредятина. Есть государство Беларусь, с которым Литва не разорвала дипломатические отношения. Есть посольство Беларуси в Литве и будет еще одно дипломатическое представительство. На вопрос, что теперь изменится, сама Тихановская ответила – ничего. То есть это чисто символический жест. С таким же успехом Ландсбергис мог предоставить Светлане титул, Шамаханской царицы или владычицы моря Балтийского. Как говорится, чем бы Литва не тешилась. Но кое-что в этой новости меня насторожило. А именно комментарии двух советников Тихановской – Валерия Ковалевского и Франака Вечерки. Пока что не стоит вопрос о том, чтобы забрать у официальных представительств их статус или здание. Но это зависит от того, как будет себя вести режим в своем отношении к непреклонным ценностям независимости и суверенитета, заявил Валерий Ковалевский. Пока что не идет разговор о том, чтобы забрать здание, например, или какой-то статус у лукашенковских посольств. Но если Лукашенко продолжит этот террор и продолжит разрывать отношения с другими странами, все-все полностью возможно. Два разных человека повторяют один и тот же тезис. Причем, обратите внимание, у них даже предложения одинаково построены. То есть Ковалевский, Вечерка и, возможно, кто-то еще получили указание разгонять тему захвата белорусского посольства в Литве. И меня интересует вопрос, зачем? Это просто способ припугнуть Лукашенко? Или Тихановская и компания действительно положили глаз на дипломатическое имущество Беларуси за рубежом? Второй вариант вполне возможен, потому что белорусское посольство в Литве расположено в непростом здании. Это очень красивая вилла, построенная во второй половине 19 века. МИД Беларуси называет ее одним из своих красивейших приобретений за рубежом. Сами можете полюбоваться. Работы по восстановлению продолжались несколько лет. Было вложено около полутора миллионов долларов. Воссоздана удивительная лепнина с растительным орнаментом. В одном из помещений – зал для приема гостей – восстановлен камин с рельефным зеленого цвета, глазурованным кафелем и орнаментальными металлическими решетками. Израсцы заказывали из Финляндии. Особенно красочен зал с многочисленной лепкой, позолоченными колоннами, пьедесталы которых украшает гирляндная лепка – кабинет посла. Ну и почему бы в этом прекрасном кабинете на фоне позолоченных колонн не восседать законно избранному лидеру Беларуси Светлане Тихановской. Я уже шутил, что ей в Литве нужна президентская резиденция. А теперь, знаете ли, не до шуток. Мне кажется, в этом случае офис Тихановской может перейти от слов к делу. В любом случае, будем следить за развитием событий. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал, если еще не подписаны. И ждите новых роликов. Скоро увидимся.